МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это очень приятно, участие в этом конкурсе. Можно повысить свой профессиональный уровень. Лучший молодой начальник смены. На Нижнекамск нефтехимии прошел очередной 24-й конкурс профессионального мастерства. Положить на лопатки в Пакеле прошел открытый турнир по вольной борьбе памяти нижнекамского тренера Рашида Фахреева. Еще один социальный объект сегодня открылся на Нижнекамск нефтехимии. Вторую жизнь получила столовая на заводе ДБВС. Здесь отремонтировали не только само здание, но и поменяли все оборудование. Обновленный вид вместе с заводчанами оценила наша съемочная группа. В заводской столовой ремонт длился больше года. Однако долгое ожидание того стоило, поскольку капитального ремонта здесь не было более 20 лет. Руководство комбината выделило немалые средства на эту работу. Но дальше началась работа. Сначала ПКЦ занимались проектированием переустройства столовой. Затем наше управление, УМТС, УКО нас скомплектовали. Над нынешним обликом столовой и подсобных помещений трудились десятки специалистов. Дизайнеры, строители, монтажники и энергетики. Самых активных участников ремонта сегодня наградило руководство Нижнекамск нефтехима. С приходом большого ремонта в столовой изменился не только интерьер. Появилось и новое оборудование. Это конвекционная печь. Вот здесь у нас на вас стоящие ходят печки. Теперь это оборудование – особый предмет гордости местных поваров. Пища на нем не пригорает и сохраняет свои вкусовые качества. Самое главное – у нас уютный, очень красивый зал. Поменяли все оборудование. Новая прекрасная линия раздачи. Поставили пару конвертамеров, пожалуйста. Поставили конвенционную печь. Все холодильники теперь у нас новые. Ежедневно новую столовую смогут посещать до 200 человек. А первые после ремонта посетители свои выводы уже сделали. Как бы эта столовая долгожданная. Она долго ремонтировалась, но и изменения очень ощутимые. Изменения, конечно, коснутся и меню. Вскоре оно станет более разнообразным. Чаще здесь намерены проводить и дни национальных кухонь. К примеру, 3 декабря посетители смогут отведать татарские блюда. Надежда Кадырова, Ирина Дакимова, Роман Мальцев, ПТС «Нефтехим». Стоит отметить, что на территории Нижнекамска «Нефтехима» действует 32 столовых управления общественного питания. И уже в половине из них созданы самые современные условия. Самый вкусный. Чак-чак от управления общественного питания «Нефтехим» стал победителем конкурса 100 лучших товаров России. Предприятие производит около 18 тонн этого лакомства в год. Всего же в кондитерском цехе управления общественного питания выпускает около 300 тонн сладкой продукции, более 100 номинований. И любит ее не только в Нижнекамске, но и в соседних городах. В чем кроются секреты кондитеров УОП? Ответ на этот вопрос искала Алия Шигапова. Зульфия Миндубаева готовит чак-чак с самого детства. Национальное лакомство она любит и кушать, и готовить. Кондитеру со стажем точно известно, в чем секрет приготовления вкуснейшего чак-чака. Я думаю, надо душу вложить в первую очередь. А уже потом все остальное. А еще только натуральные продукты. Никакого яичного порошка, лишь свежие яйца. Сироп без добавления сахара, а только настоящий мед. Конкурентов много, поэтому УОП «Нефтехим» держит свою марку. Усилия кондитеров не остались без внимания на общероссийском конкурсе. Теперь Нижнекамский чак-чак в числе лучших товаров страны. Во-первых, это стимулирует наших работников. Они видят результаты своего труда. Наша продукция известна не только нефтехимикам. Также у нас продукция продается в торговых сетях Нижнекамска и в другие города. В другие города мы тоже возим. Поэтому, я думаю, и для жителей республики будет приятно знать, что ту продукцию, которую они покупают, она является одной из лучших в Российской Федерации. В приготовлении национального лакомства процесс долгий. Раскатать тесто, тоненько его нарезать, обжарить в масле, замесить готовые кусочки в медовом сиропе. Каждый день производится 60 килограммов чак-чака. В год около 20 тонн. 29 ноября состоится награждение победителей конкурса. И уже после этой даты на коробочке чак-чака от Управления общественного питания «Нефтехим» появится логотип конкурса «100 лучших товаров России». Алия Шигапа, Станислав Смирнов, ВТС «Нефтехим». Кстати, у них не только и выпечка вкусная. Да, колбасные изделия под маркой УП «Нефтехим» тоже стали дипломантами. Но уже республиканского этапа конкурса «100 лучших товаров России». К другим темам. На заводах Нижнекамст «Нефтехима» завершились отчетно выбранные собрания. Коллективы цехов выбрали председателей своих комитетов. Более 40 человек на эту должность назначены впервые. С чего начать свою работу? И что будет входить в их обязанности? Об этом и не только новобранцам рассказали на специальном семинаре. Ольга Латфулина подробнее. В роли педагога выступила главный специалист правкома Нижнекамст «Нефтехима» Любовь Лялина. По ее мнению, профсоюзный лидер – это не просто активист. Это еще и эрудит, и интеллектуал, и человек, который умеет работать с людьми. Поэтому мы сегодня будем говорить буквально о той работе, которую они непосредственно должны проводить в цехах, начиная с организационных моментов. Как проводить собрания, как заполнять профсоюзные документы, работа комиссии и так далее. В роли слушателей – работники Нижнекамск «Нефтехима». Все они давно окончили учебные заведения, и за плечами каждого далеко не однолетний стаж работы. После избрания председателями цеховых комитетов свою основную деятельность они будут совмещать с общественной. Кто-то предложил, коллектив поддержал. Как бы я не против. Попробуем помочь, что ли получится. А получится обязательно, считает председатель правкома завода «Этилена» Рашид Валиуллин. Он лично присутствовал на собрании профактива 2102-го цеха и одобрил кандидатуру молодого работника на должность лидера цехкома. Когда-то свою общественную деятельность он сам начинал с этой должности. Сегодня, на протяжении 16 лет, Рашид Валиуллин возглавляет профсоюзный комитет своего завода. Конечно, естественно, помогло то, что я начинал в свое время председателем правкома с цеха. Это уже я знал работу. Я был лучший член правкома завода. И эту работу, то, что у меня дальше пригодилось, я уже все это практически знал. Ольга Латфулина, Ильгизар Нуреев, ВТС «Нефтехим». А мы продолжаем и далее в программе «Смотрите». Это очень приятно, участие в этом конкурсе. Можно повысить свой профессиональный уровень. Молодым везде у нас дорога. Нефтехимики выбрали лучшего начальника смены. После смены на сцену в Доме народного творчества прошел гала-концерт первого телевизионного фестиваля работающей молодежи Татарстана. В память о тренере. Турнир по вольной борьбе в честь Рашида Фагреева прошел в Нижнекамске. 19 ноября 302 года назад родился Михаил Ломоносов. Он выдвинул учения о свете, создал ряд оптических приборов, открыл атмосферу на планете Венера. Родился в деревне Денисовка, Архангельской губернии, в семье крестьянина. Это не помешало ему не только покорить многие науки, но и сделать много важнейших открытий в разных областях. Его вклад в российскую науку трудно переоценить. Ученый и естествоиспытатель, поэт, реформатор русского языка, первый русский академик Петербургской академии наук, член Академии художеств. По инициативе Ломоносова основан Московский университет. Его невероятная тяга к знаниям достойна восхищения. Стремятся быть лучшими в своем деле и молодые нефтехимики. В компании выбрали лучшего среди молодых начальников смен. Этого звания удостоился только один из 12 участников конкурса профессионального мастерства. За ходом состязаний наблюдала Ирина Евдокимова. Возраст не старше 35 лет, старше работы в должности не менее двух лет. Несмотря на молодость, каждый из участников уже имеет определенные обязательства и людей в подчинении. К примеру, у Лисан Емельяновой их 30. Поначалу, конечно, было сложно. Я очень переживала за все. Даже поначалу, когда предложили, думала, не справлюсь. Но сейчас уже с опытом я справляюсь со своими обязанностями. Как справляются со своими обязанностями другие начальники смен выясняют с помощью специальных заданий. В одном из них конкурсанты на время должны были ответить почти на 80 вопросов. Специально готовился, только перебирал все, что у нас есть на химии. Вот просто читал, в общем. У нас все проблемы получились. Аппаратчик без спецодержки, без соответственных документов. Артистом можно здесь и не быть. Но знать, как вести себя в акционной ситуации, начальник смены просто обязан. Именно это и демонстрировали конкурсанты на последнем этапе. В общем-то есть действительно подготовленные кадры, которые, скажем, уже могут записать кадровый резерв. И уже, скажем, готовы к начальникам отделения встать, замначальника цеха. По итогам конкурса наилучшие результаты показал Рустем Ахмеджин. Он получил нагрудный знак и денежную премию. Нет, первое место я никак не ожидал. Ну, надеялся, естественно, готовился, готовился сильно. Видимо, не зря готовился. Второе место присудили Решату Шамсивалиеву с завода Окиси и Телена. Третьим стал Альберт Гараев с завода СК. Ирина Рдакимова, Артем Рябов, ВТС «Нефтехим». Молодых специалистов на Нижнекамск «Нефтехиме» с каждым годом становится все больше. Опытные работники уходят на заслуженный отдых. И одна из главных задач предприятия – подготовить достойную смену. Активную работу в этом направлении ведет проектно-конструкторский центр компании. Его коллектив более чем на 40% состоит из молодежи. И регулярно пополняется перспективными молодыми кадрами. Положительный пример центра по работе с молодежью изучала Гузель Маслахова. Алексей Христофоров – один из самых молодых специалистов ПКЦ. Работать инженером он начал год назад, после завершения высшего учебного заведения. Его должность требует не только определенных знаний в конструировании, но и способность мыслить нестандартно. Вообще работа у нас… Не бывает у нас стандартной работы. Всегда она необычная, интересная, я бы сказал, даже творческая. Разработка любого проекта на самом деле была неосуществима, если бы не поддержка моих наставников. Коллектив ПКЦ молодой, зачастую поступающие специалисты и выпускники вузов. Как правило, обладатели красных дипломов. Но этого мало, чтобы работать самостоятельно, без наставника. Поэтому руководство ПКЦ помогает молодым инженерам-конструкторам в освоении необходимых знаний. В центре действуют курсы, проводятся регулярные тематические семинары силами главных специалистов центра. Один из них – Марат Хисамуддинов. В октябре он принял участие в форуме в Москве. Там обсуждались проблемы привлечения и подготовки молодых специалистов в проектно-конструкторские центры. По сравнению с другими проектными организациями, самостоятельными, положение на акционе молочных нежигантных техимов, в частности, проектно-конструкторских центров, более выигрышное. Здесь у нас очень богатая социальная политика, очень насыщенная общественная, культурная и спортивная жизнь, в том числе и для молодежи. Поэтому в ПКЦ проектировщикам работается намного лучше. Молодежь, которая приходит, в зависимости от личного желания, они имеют все возможности двигаться дальше. Потому что я могу немножко сказать про себя, вспомнить, когда я приходил и как к нам относились. То вот на сегодняшний день, я считаю, что для молодежи мы делаем очень много для того, чтобы они могли расти на своем рабочем месте. Повседневные задачи работников ПКЦ, несомненно, важны. Они занимаются не просто технологическим проектированием, а с учетом требований обязательной безопасной эксплуатации опасных производственных объектов. Угдель Маслахова, Станислав Смирнов, ВТС, Нефтихин. Вы смотрите «События дня», и вот о чем мы расскажем в следующей части программы. Я любитель этого дела. Страшные последствия нефтихимикам еще раз рассказали о вреде алкоголя и наркотик. Предъявите таланты. Объявлены финалисты первого республиканского телефестиваля работающей молодежи. Богатырская сила. 90 спортсменов со всей России собрал в Нижнекамске открытый турнир по вольной борьбе. Нижнекамский врач-нарколог Рамель Сингатуллин поддерживает принятие антиалкогольных законопроектов. Российские депутаты предлагают запретить показ цен с употреблением алкоголя в кино и на телевидении. Кроме того, предполагается штрафовать взрослых, которые по просьбе подростков покупают в магазине водку или пиво, а также тех, кто наливает детям. О последствиях алкогольной, табачной и наркотической зависимости в эти дни врач-нарколог рассказывает нефтехимиков. На его лекциях побывала и наша съемочная группа. Я любитель этого дела. С теорией зависимости от алкоголя, наркотиков и табака нефтехимиком уже не первый год знакомит Рамель Сингатуллин. Врач-нарколог не ставит перед собой задачи навязать слушателям здоровый образ жизни. Прежде он старается дать пищу для размышления и возможность высказаться. К алкогольным напиткам относится кисломолочный продукт? А пью я его много, литра два, два с половиной в день. Кефир, коты, кряженка и так далее, я любитель этого дела. Нет, не относится. Алкоголь содержится в очень большом количестве продуктов, но в кефире и в квасе его побольше. Кроме того, этиловый спирт в малых количествах образуется в организме человека. Он участвует в обменных процессах и выполняет ряд важных антистрессовых функций. При искусственном повышении концентрации возникает ощущение опьянения. А высокие уровни этанола в крови могут привести к коме и даже смерти. Все же я приверженец сухого закона, но с таким мягким эффектом, что ли. Потому что жесткий сухой закон обязательно вызовет какое-то противодействие. Не обязательно там самоугоноварение или еще что-то, а просто какое-то психологическое противодействие может быть. На подобных лекциях побывают представители всех подразделений Нижнекамск-Нефтехима. После чего каждый сам сделает выбор, что важнее. Разменная монета «Ты меня уважаешь» или благополучие семьи и собственное здоровье. Ильнас Буимхаметов, Анна Александрова, Роман Мальцев, ВТС «Нефтехим». 19 ноября в профессиональный праздник отмечают работники стекольной промышленности. Однако развиваться промышленность начала лишь в конце 19-го столетия. Какие еще события произошли в этот день много лет назад, расскажет наш корреспондент в рубрике «Дата дня». Год за годом меняются даты событий и имена, но есть исторические рубежи, которые людская память должна хранить вечно. 71 год назад началась Сталинградская стратегическая наступательная операция. Она длилась 2,5 месяца. В крупнейшем сражении в истории войн солдаты дрались до последнего вздоха. Им порой нечем было стрелять, они вступали в рукопашную схватку. Советские войска выполняли приказ ни шагу назад. Гитлеровцам во что бы то ни стало нужен был плацдарм за Волгой для дальнейшего наступления. Победа достала с ценой жизни более полумиллиона наших солдат и офицеров. Не лишне сказать, что число погибших в Сталинграде почти вдвое превосходит современную численность жителей этого города. Побед, но уже трудовых, было немало в истории Нижнекамск-Нефтехима. Предприятие – крупнейший производитель синтетического изопренного каучука. Первая очередь производства начала работать в 1970 году. Годовое задание по выпуску продукции нефтехимики выполнили в ноябре. Себестоимость одной тонны каучука на 149 рублей оказалась ниже плановой. Качество продукции было отличное. Оно полностью соответствовало ГОСТу, то есть государственному стандарту. Годовое задание по реализации товарной продукции было выполнено досрочно. Четверть века назад Советский Союз сделал важный шаг на пути капитализма. Был принят закон об индивидуальной трудовой деятельности. Чуть позже – о государственном предприятии и о кооперативе. Они предусматривали хозрасчеты и элементы самостоятельности в выборе экономических партнеров. Впервые со времен НЭПа в стране разрешили создание частных предприятий. Для страны, победившего социализма, это была революция в сознании. Поскольку предпринимательская деятельность стала легальной. Анна Александрова, Ильгизар Нуреев, ВТС, Нефтехим. После смены на сцену такой девиз можно дать первому республиканскому телевизионному фестивалю работающей молодежи. Слесари, аппаратчики, монтажники, инженеры, учителя в течение трех дней демонстрировали свои творческие таланты. Оценивали их выступления именитые деятели искусств России и Татарстана, а лучшие номера отобрали для гала-концерта. На днях он прошел в Доме народного творчества, где и были озвучены команды, которым предстоит сразиться в финале фестиваля. Гузель Маслахова продолжит. Нижнекамск – первый из пяти городов, в котором провели республиканский фестиваль работающей молодежи. Важная его особенность – телевизионный формат. Гала-концерты фестиваля будут транслироваться на весь мир через каналы ТНВ и ТНВ «Планета». От этого нервы участников были на пределе, а в гримёрке царил хаос. Вот она, вот она. Все, все, все. Гала-концерт был разделен на два блока. После первого провели церемонию награждения по различным номинациям. Вокал соло, вокальные ансамбли, хореография, визитка, минута славы. Творческий коллектив «Нижнекамск-Негтехима» был отмечен дипломами в каждой из номинаций. Великолепное, грандиозное мероприятие. Обычно говорят, первый блин выходит комом, но блин на сегодня зажарен, будет здорово, вкуснейший. Я получаю удовольствие огромное. Фееричным завершением гала-концерта стало выступление команды «Нижнекамск-Негтехима». Чарли Чаплин, Клоуны, Мерлин Монро и даже Элвис Пресли. Все эти персонажи как по волшебству появлялись из шкафа. Спектакль особенно понравился самым маленьким зрителям. Очень понравился нам шкафчик, как маленький мультик, сказка такая. По итогам общекомандного зачета жюри объявили команды, получившие путевку в финал. Ими стали шесть творческих коллективов. А сотрудники «Нижнекамск-Негтехима» набрали наибольшее количество баллов. Первое место! Открытое акционерное общество «Нижнекамск-Негтехима»! Я испытал такой восторг на конкурсных отборах, когда мы все это смотрели. Ну, продала концерт, я молчу. Я сначала был в страх, а вдруг страшная матерая художественная самодеятельность. Но оказалось, что все настолько замечательно и хорошо, что было состояние эйфории. Я, по-моему, и сейчас до сих пор в нем пребываю. Гудель Маслахова, Артем Рябов, ВТС, Нефтихим. Подобные отборочные туры телефестиваля проходят также и в других регионах республики. А финалистов конкурса талантов и обладателя гран-при определяют в Казани 22 декабря. У нас же на сегодня это все. Завтра на нашем канале выйдет в эфир тема дня. В ней пойдет речь о сердечно-сосудистых заболеваниях. Насколько серьезна эта проблема и как ее избежать. А мы передаем слово нашему спортивному обозревателю Алсу Тимир Булатовой. В студии работали Александр Мамонтов и Яна Чупахина. Всего вам доброго. До свидания. Здравствуйте. В начале выпуска о первенстве футбольной национальной лиги. Нефтихимик 17 ноября потерпел очередное поражение. Удача не улыбается Нижнекамскому клубу уже на протяжении 10 туров. На этот раз сильнее нижнекамских футболистов был Владивостокский луч энергии. Домашний матч прошел в Казани. В связи с плохим состоянием Нижнекамского поля. С первых минут матча наши футболисты пытались навязать свою игру. Вот только удары, прострелы результата не приносили. Лишь на 27-й минуте Доброн Мерзаев открыл счет. Но только его не засчитали. Он был из офсайда. В самом начале второго тайма нижнекамские защитники упустили нападающего луч энергии, который без проблем расстрелял ворота Сергея Лосева. Пропущенный гол подстегнул нефтихимиков к атакующим действиям, но гости к этому были готовы. И даже забили еще один гол. В итоге 0-2 очередной проигрыш нижнекамцев. Заключительный матч футбольного клуба «Нефтехимик» в осеннем этапе состоится в воскресенье 24 ноября. Он в Белгороде встретится с командой «Салют». Положение в турнирной таблице заключительный матч уже не исправит. «Нефтехимик» все так же на предпоследней строчке. До следующей команды сверху «Динамо» из Санкт-Петербурга не хватает 8 очков. Положить на лопатки. В минувшую субботу в спортивном зале «Факел» прошел открытый турнир по вольной борьбе памяти нижнекамского тренера Рашида Фахреева. Его не стало 8 лет назад. Рашид Горофеевич посвятил вольной борьбе более 40 лет своей жизни. Среди его воспитанников мастера спорта Олег Егоров, Владимир Карпов, Сергей Тимофеев и многие другие. Турнир памяти нижнекамского тренера проводится уже в четвертый раз. На него съезжаются лучшие борцы из Татарстана и соседних республик. Правда, на этот раз из-за плотного графика соревнований на турнир не приехали борцы из Ижевска и Самары. Всего же в состязаниях участвовало порядка 90 спортсменов. Мы постарались такие весовые категории, где вот сватки, интересные сватки, средние весовые категории, где народу всегда много бывает. Уровень мастерства выше. Нижнекамск, как принимающая сторона, на турнире лидировал и по количественному, и по качественному составу. И неудивительно, в городе вольной борьбе обучают в трех спортивных школах. Многое зависит, когда выходишь на ковер, от характера, от настроя. Психологический настрой, если хороший, то ты победишь, если у тебя желание есть. А если ты чуть-чуть хотя бы не веришь в себя, то придется тяжело бороться. Спортсмены соревновались в разных весовых категориях от 42 до 74 килограмм. По итогам турнира нижнекамские борцы завоевали 9 золотых, 8 серебряных и 15 бронзовых наград. Ирина Евдокимова, Артем Рябов, ВТС «Нефтехим». В заключении выпуска о хоккее на данный момент «Нефтехимик» скрестил клюшки с Донецким Донбассом, который в нынешнем чемпионате стартовал очень уверенно и занимает пятую строчку в западной конференции. Встреча в самом разгаре о ней расскажу в следующем выпуске. На этом о спорте все. О прогнозе погоды на завтра узнаем у Анны Дочкиной. Сегодня погода радует своим настроением. Аня, как дальше будут обстоять дела? Показатели останутся прежними, а солнечные дни станут уже больше. Я на этом с вами прощаюсь. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. До свидания. Здравствуйте. Солнечная погода, безусловно, будет способствовать хорошему настроению. Температурные показатели до конца недели сохранятся прежними. Ожидается около 0, плюс 3 и без осадков. В среду в Нижнекамске будет ясно. В полдень столбики термометров поднимутся до плюс 2. Ветер подует с юга-запада с умеренной скоростью. Ночью похолодает до ноля. Атмосферное давление составит 763 мм тутного столба. Геомагнитная обстановка в эти дни прогнозируется вполне благоприятной. Сегодня по народному календарю день Павла Ледостава. Считалось, что в этот день воду в реках и озерах сковывают льдом. В связи с этим крестьяне начинали готовиться к подлёдному лову. Доставали снасти, осматривали их и чинили, если требовалось. По льду на реках судили о будущем урожа. Если лёд грудами, то и хлеба будут груды. Если гладко, то и хлеба будет гладком. Если на Павла выпал снег, то это предвещало снежную зиму. А безветренная погода говорила о том, что нужно ждать скорых морозов. Приближается зима. Циклоны стали глубокими, антициклоны мощными. И быстро сменяя друг друга, они определяют неустойчивую ветреную погоду с большими скачками атмосферного давления. Вчера вечером оно интенсивно падало, а сейчас интенсивно растёт. Поскольку средняя температура станет отрицательной, то это будут приохлаждённые осадки, формирующие слабый гололёд. Несмотря на отсутствие снежного покрова, автомобилистам следует помнить об этом и перестраиваться на зимний стиль вождения. У меня всё. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»